видите фонтан какой большой это потому что работает одновременно два насоса вот там насос работает и там работает кважина и смотрите какой красивый фонтанчик я шел мимо остановился я теперь подхожу сюда каждый день и каждый раз смотрю жива ли белохвостка вот красная шапочка вон она сплыла видите вот она у меня смущает одно что после того как пропала белохвостка мирка не отходит от озера и смотрит туда таким вожделением мне кажется она хочет завести знакомство теперь еще и с красной шапочкой но не тут то было заборчик видите уже не позволяет ей заходить а только созерцать и получается как в зверинце приходишь там клетка и ты не можешь попасть к тиграм да и не хочешь к тиграм а вот если бы например маленькие животные которые но беззащитные типа рыбки их не оградить то конечно бы звериницы их бы затискали бы загладили бы а вот белохвостка была очень доверчивая рыбка видите она лежала к верху пузиком грелась на солнышке и не думала не гадала что познакомиться вот мадам белопузиковой вот и это тоже красная шапочка она доверчивая она помните подплывала сюда я ее гладил бы брал в руки ну не только я наверное брал в руки кто-то брал и в рот вот сказал рот вспомнили облизнулись вот почему она сидит так мирка раньше этого не было она прибежала побежала сейчас она сидит и смотрит а вдруг еще мне удача улыбнется подплывет но тут заборчик видите вот я вспоминаю выражение есть такой Стивен Кови писатель он пишет всем закономерности успеха там как-то так книга называется и вот у него есть хорошее выражение сейчас я расскажу сначала надо делать то что надо делать сначала вот запомните это выражение очень хорошее а я сделал это потом с опозданием может быть конечно рыбкой найдется может она сейчас на глубине где-то все может быть но 99 процентов того что ее нет конечно присутствует во мне потому что вот этот смотрите напряженный взгляд говорит о том что что-то тут произошло какая-то трагедия случилась жалко конечно знаете как говорят легче не иметь чем потерять вот не было до этого мадам белохвостикова я и как-то и не парился и ну нет и нет она жила где-то в аквариуме я не знал о том что она живет на этом свете а когда она пришла сюда и они в паре с красной шапочкой здесь такие вальсы вы делали на воде я к ней привык и она уже как бы стала не скажу что моей ну я к ней прикипел и когда ее нету я не знаю еще не могу утверждать точно может быть она на дне сидит и не хочет показываться может быть она ее мирка просто поранила за хвостик цапнула она выздоровеет и всплывет не знаю но нет ее а мне как-то грустно потому что все знают наверное что чему-то привязываешься потом когда это уходит начинаем жалеть поэтому земляне не привязывайтесь сильно ни к кому и ни к чему знаете когда от нас уходит кто-то из близких мы конечно очень сильно переживаем но знаете никто нам не давал гарантий что наш близкий будет жить вечно никто не давал ни одного процента поэтому знаете есть такое выражение это я его сочинил когда-нибудь и мы уйдем над вечной гладью круг замкнется я два раза повторяем когда-нибудь и мы уйдем над вечной гладью круг замкнется да никто никому ничего не должен а я подниму немножко так вот чтобы уровень воды поднялся здесь но попытки видите залезть туда и добраться до рыбки происходит но это потому что заборчик еще видите не оброс вот травка обрастет он будет выше видели мирка как он что-то значит все таки было хотя не хочу в это верить но с другой стороны ну вот они ели обыкновенных рыбок серебристых ну да это красивая потому что она необычная расцветка не раскраска поэтому ей жалко эту рыбу а тех что не жалко вот я задал себе вопрос а тех которые вот я ловил им давал по идее их тоже должно быть жалко но они не такие красивые это получается что мы ценим красоту только за счет красок красная значит красиво синяя красиваяся на серебристая знаете как вот есть и однажды был на рыбалке видел серебристой гладь воды она покрылась серебром вечером я на всю жизнь запомнил на все годы какая-то красота вечером увидеть такую знаете она была не гладкая как вот эта вот вода а миленький такой ряб такая была она была серебристая и вот мне это серебристость запомнилась это тоже красиво но конечно мы любим видеть все красиво ярко еще есть такое выражение цвет и денежки берет ну накрасят там что-нибудь это говорят губы накрасить машину там подшаманят и продают ее как за новую а наивные люди думают что и правда новая машина так что что я хочу сказать земляне надо любить не только красное сине и зеленое но и всякое ну вот небо сейчас она не голубое она немножко сероватая а вот здесь видите голубизна но я люблю любое небо даже пасмурное потому что знаю что пасмурность уйдет и придет голубой цвет и вот вот эта рыбка меня заставила задуматься что почему я вот к ней так привязался почему мне ее так жалко потому что она была такая красивая с красивым хвостом а у кого хвостик маленький он что значит не имеет права быть красивым вот у мирки нет хвостика большого как у лирика и что ж теперь она не имеет права быть красивой чтоб ее любили получается что любим то мы не из-за хвостиков а из-за чего-то другого а из-за чего другого хотите вам скажу конечно это не секрет любят ни за что они любят за что а из-за чего а из-за чего-то 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 Продолжение следует...